В этом видео мы разберем все самое важное, что необходимо знать при работе с торговым терминалом Bybit. Мы пройдем все этапы от покупки и продажи криптовалюты до продвинутых настроек терминала, которые сделают ваш трейдинг максимально продуктивным. Даже если вы сейчас новичок, то после вот этого видео вы уже сможете совершать сделки и проводить полноценный анализ рынка. Смотрите до конца и буду рад, если видео кажется для вас полезным. Ну и конечно же буду рад вашим лайком, подписком, комментарием. Поехали! У вас будет вот такая главная страница. То есть это у вас личный кабинет, можно сказать. Здесь вы можете перейти в разные разделы. Я на примере одного из счетов вот как раз таки вам это все покажу. Активы, да, это куда мы можем перейти, чтобы посмотреть там свой баланс и так далее. Хочу обратить внимание, что есть два основных, можно сказать, раздела, которые я использую. Это спотовая торговля, есть деривативы, это как раз таки фьючерсы, это как раз таки возможность торговать с плечами. Спотовые это по факту мы покупаем просто криптовалюту с целью инвестирования, для того, чтобы ее хранить потом на счете. Можно здесь хранить на бирже, можно вывести в идеале, да, на какой-то кошелек. Сколько мы отдали, например, 100 долларов или 1000 долларов. Вот на столько денег мы купим криптовалюты и она у нас будет храниться. Второй момент, это как раз таки фьючерсы. Это возможность торговать спекулятивно, уже зарабатывать непосредственно на колебаниях цен. То есть мы можем покупать дешевле, продавать дороже, либо наоборот, работать, когда рынок падает. Да, мы можем продавать и, соответственно, по более низким ценам откупать. Что касается непосредственно самого терминала, да, вот давайте я перейду в торговлю. Вот терминал торговый, здесь нет плеч, да, мы просто указываем сумму, на которую мы хотим купить и, соответственно, просто совершаем сделку. Я здесь не буду останавливаться, потом, если что, вы сюда вернетесь в любой момент. Когда вы поймете, как работать с фьючерсами, вы легко разберетесь с тем, как работать с рынком спота. Поэтому я сразу покажу вам, как работать с именно фьючерсами, с деривативами. Переходим вот сюда, деривативы, и нажимаем бессрочно USDT. И здесь давайте остановимся на ключевых моментах, чтобы вы уже подготовили терминал непосредственно к совершению сделок. Чтобы вы уже не путались, чтобы вы знали, на что нажать, чтобы купить, на что нажать, чтобы продать. Давайте пробежимся по основным разделам, которые здесь есть. Меню, да, с выбором инструментов. То есть мы просто подводим сюда и выбираем здесь в поиске, вводим необходимую нам криптовалюту. То есть, например, биткоин, USDT. Все, вбили. Либо мы можем смотреть, анализировать по разным направлениям. Например, все, да, есть монеты, которые в тренде находятся. Есть новые какие-то, да, монетки. Есть по разным категориям. Дальше мы еще это обсудим. Но самое главное, это окно поиска и выбора необходимого инструмента. И, соответственно, нажимаем просто на название. Все, у нас открывается график. Соответственно, у нас тут тоже стакан. Это вот, видите, заявки на продажу, заявки на покупку. Это непосредственно блок для открытия, для совершения сделок. Здесь уже мы выставляем заявки. Это я ничего не смотрю, не использую. И еще, конечно, есть у нас основной вот такой вот раздел, где у нас видна информация по текущим позициям, либо по совершенным сделкам. Тоже такой важный раздел, когда мы здесь будем видеть открытые позиции свои. Когда мы выбираем с вами инструмент какой-то, мы можем сохранять все интересные монетки. Это очень важно. То есть у вас будет свой список избранных монеток. Для этого, когда вы, например, в поиске вводите, например, тот же, давайте, эфир USDT, вы можете просто нажать на звездочку. И тем самым, когда мы перейдем обратно в избранное, то есть она у нас добавилась сюда, переходим вниз в самый список. И у нас эта монетка, она отображается, эфир у нас отображается внизу. Есть очень важный лайфхак, такой нюанс, да, который я использую. Обычно, что я делаю, да, я концентрируюсь, например, на нескольких монетах, которые вот прямо сейчас, они интересны для покупки. Мне за ними нужно максимально активно следить. Поэтому я их обычно вытаскиваю наверх, то есть я стараюсь, чтобы они у меня были наверху. Можем нажать на вот этот пункт, найти свою монетку. Это все наши избранные монетки, которые находятся, да. Найти нашу монетку внизу и либо мы можем ее перетаскивать вверх. Но есть еще такой интересный пункт, как кнопочка такая, стрелочка наверх. Она у нас перемещается в самый верх. Если, например, я ее хочу опустить здесь, да, сделать третий, например, и за ней мониторить, за ней уже следить, да, то, соответственно, я просто перетаскиваю ее, нажимаю ОК. И теперь, обратите внимание, она у нас находится здесь. Если я хочу удалить из избранного, просто нажимаю на звездочку и она исчезает. Если вы только начинаете торговать криптовалютой и у вас еще нет аккаунта на Байбите, то внизу под видео я разместил ссылку, регистрируюсь по которой вы бесплатно получаете мой новый интенсив. Крипто трейдер, как делать деньги на торговле криптовалютой. В нем я разбираю три важных блока. Первый – это отбор монет, то есть как отбирать монеты, на которых легче зарабатывать. Второе – точки входа и выхода, то есть когда лучше покупать и продавать, чтобы с более высокой вероятностью получать профит. И третье – это управление капиталом, то есть какие стратегии и принципы риск-менеджмента использовать, чтобы избежать сливы депозитов. Весь вот этот материал вы можете абсолютно бесплатно получить при регистрации по ссылке в описании. Но если у вас уже есть аккаунт на Байбите, то напишите мне в Телеграм, ссылку опять же найдете внизу. Я расскажу вам, как можно получить бонус. Теперь давайте уберем из этого терминала все, что в принципе нам не нужно. По крайней мере, то, что я не использую. Обратите внимание, когда вы запустите первый раз свой терминал, скорее всего у вас будет вот здесь вот такая скользящая средняя и на объеме. И идея в том, что когда мы ее просто отключаем, и здесь, когда мы ее отключаем, убираем видимость, то при обновлении страницы, к сожалению, они не исчезают. Поэтому, чтобы точно их убрать, мы переходим в настройку, чтобы это все нам не мешало, да, и делаем просто прозрачность 0. И здесь то же самое, смотрите, в объеме мы находим вот эту скользящую нашу какую-то среднюю, которая нам не нужна, убираем прозрачность. Это такие тоже моменты, которые позволят вам сделать свое пространство удобным, понятным, да, чтобы у вас был только график, только объем, чтобы ничего лишнего не было, чтобы ничего не мешало. Обычно, когда я анализирую графики, совершаю сделки, я обычно не использую, во-первых, вот этот стакан. Мне нужно, главное, поставить заявку и видеть на графике все свои ордера. Я сейчас также покажу, как это все делать. Вот эта панель мне тоже с именно отображением своих позиций, она мне в момент анализа, непосредственно в момент дальнейшего мониторинга, она, в принципе, не так важна. Поэтому я обычно нажимаю вот на эту штуку, которая позволяет раскрыть график на весь, можно сказать, экран. У меня остается окно для того, чтобы я все сейчас уровни расчертил, графически все тут построил, и, соответственно, у нас еще есть вот это окно непосредственно для ввода ордеров. Здесь также в платформе предусмотрен такой момент, как мультичарт. Мы переходим, соответственно, в отдельное окошко. Мы видим, сразу можем выбирать 4 инструмента, например, да, и, соответственно, уже анализировать сразу подряд 4 инструмента. Но я вам не рекомендую использовать мультичарт. Уровни, которые я черчу непосредственно в мультичарте в этом режиме, да, они не сохраняются. И это огромный минус, потому что я хочу открыть завтра терминал, я хочу открыть любую монету, которую я до этого анализировал, на которой до этого я строил какие-либо уровни, да, и я хочу видеть эти уровни потом в дальнейшем. То есть, в принципе, вот так выглядит мое рабочее пространство. И теперь давайте еще поговорим о вот этих блоках, которые здесь есть. Это у нас выбор таймфрейма, какие индикаторы у нас здесь есть. В принципе, нам это не нужно, это разделы, если только у вас нет объема, то, соответственно, вы можете его найти, вы можете вбить объем, и, соответственно, он у вас появится здесь снизу. Отображение. История торговли, то есть вы видите, что на графиках у нас есть сделки, которые мы совершали, они у нас отображаются, вы можете их, если что, отключить, если они вам мешают. Иногда я, на самом деле, отключаю все, чтобы фокусироваться на графике, иногда становится много каких-то сделок, которые уже там в прошлом были, они мелькают, они мешают. Именно видеть чистый график, видеть график, чтобы провести непосредственно нормальный анализ. Показать данные о позициях. Мы с вами сейчас попозже откроем позицию какую-нибудь, и вы посмотрите, как это все вообще выглядит. И у вас данные о позициях, она будет отображаться, будет информация об открытой позиции. И данные ордера, здесь тоже важный момент, это как раз-таки все ордера, которые вы будете выставлять, стоп-лоссы, тейк-профиты, лимитные условные заявки, все они будут видны на графике. И это очень удобно, тем более в терминале есть возможность работать с ордерами прямо на графике. То есть можно перетаскивать ордера эти руками, передвигать их, выставлять на какие-то другие уровни. Это очень-очень удобно, это супер-крутая функция, супер-полезная. Дальше, соответственно, что у нас еще есть в меню, в принципе, выбор, формат, свечи, бары, здесь смотрите, как вам удобнее. Теперь еще важен такой момент, как вынести вот эти элементы графические, и вообще какие графические элементы я использую. Для меня самое главное, это горизонтальные уровни. Смотрите, здесь есть такая штука, как горизонтальная линия, но я, как правило, не использую их, потому что она на всю длину идет. А мне очень важно понимать, на какой именно уровень я фокусируюсь. Я для себя такую модель выбрал, возможно, вам она тоже понравится. Например, бывает, что важна вот эта опорная точка, да, и, соответственно, я отсюда ее и построю. Если же у меня была просто горизонтальная линия, соответственно, я бы не понимал, откуда я вообще эту линию построил. И когда у вас особенно много разных уровней, вы понимаете, на что именно я фокусируюсь. Дальше, что я еще использую? В первую очередь, я использую вот такой момент. Это суперкрутой инструмент. Я его использую постоянно. Когда, например, мой стоп-лосс находится в этой точке, да, я здесь покупаю. И при этом я хочу понять, когда будет соотношение 1 к 5, например, чтобы я закрыл позицию. То я от точки стоп-лосса примерно, от уровня стоп-лосса тяну до точки входа, например, она здесь, вот на этом уровне. У меня будет 1 к 5 соотношение. Кстати, можно перейти в любую линию, и я обычно пишу здесь текстом какие-то себе пометки. Например, 1 к 5, да. То есть просто кликаем сюда потом, можно на текст, можно на линию. И, например, написать там то, что скинуть 50% объема. Все. Для меня теперь все визуально понятно. Я понимаю, как мне действовать в этой ситуации. Это нереальнейшим образом удобно. Вы не считаете это все руками. Это делается все при помощи одного инструмента. Давайте еще поговорим о том, как построить вот этот инструмент. На самом деле, это такой инструмент, как коррекция по Fibonacci. В исходном виде он будет совершенно другой. Поэтому вы можете использовать те настройки, которые сделал я лично для себя. То есть я и цветами тут обыграл все, да. То есть вот я сейчас это показываю на экране. Вы можете потом просто нажать на паузу, сделать так же. То есть здесь самое главное, нужно отключить лишнее. И вот этот с первым вот этим столбцом работать. То есть поставить везде галочки и настроить, видите, 1, 0, 5, 0, минус 1 и так далее. То есть вы можете тут, в принципе, сами какие-то цели свои, возможно, потом в дальнейшем подстроить. Все. То есть тем самым у вас будут вот такие настройки. Пока вы сохраняете настройки зоны дисконта, я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка находится в описании под этим видео. Там я даю еще больше полезного материала по трейдингу, крипте, инвестированию. Публикую разбор своих сделок, делюсь мыслями по рынку и актуальными торговыми идеями, которые отрабатываю прямо сейчас. Поэтому, если вы хотите еще сильнее прокачаться в теме трейдинга, начать лучше понимать рынок и совершать более осознанные сделки, то ссылка находится под этим видео. Переходите и подписывайтесь. Все. По сути, два основных инструмента, которые использую. Остальные моменты на самом деле можно убрать. Здесь они не обязательно. И, кстати, давайте мы сейчас прямо это и сделаем. Вот, например, линия данных. В принципе, я ее редко использую. Мы можем просто нажать на вот эту звездочку и убираем из избранных. И, опять же, важный момент, как поменять цвет, потому что обозначать визуально уровни, это тоже очень важный момент. Вы будете это в анализе потом использовать. Вы будете сразу понимать, какой это уровень. Это локальный уровень, либо это какой-то стратегически важный уровень. Например, дневной. Обычно у меня розовый. То есть, соответственно, вы переходите, просто кликаете на уровень, выбираете цвет любой. И, соответственно, у вас все это меняется. Поехали дальше. Теперь перейдем к важному такому моменту, как открытие позиции. Давайте откроем какой-нибудь биткоин. И здесь есть такой момент, как лимитные рыночные условные заявки. В принципе, вы должны уже понимать, что это такое. То есть, лимитные мы выставляем по какой-то определенной цене. Если мы хотим купить, то только ниже рынка. Потому что лимитные срабатывают сразу, если вы сделаете заявку выше. Это будет уже неправильно. Если мы подадим лимитную заявку выше, она сразу исполнится как рыночная. Это нужно понимать и помнить об этом. Поэтому лимитные заявки, они просто выставляются в стакан. Они появляются вот здесь, в системе вы их видите. Рыночные заявки, это мы сразу хотим в моменте купить. Мы сейчас это и сделаем. Кстати, мы можем сразу купить и продать И условно, это когда при определенном условии Обычно это стоп-лоссы Или мы хотим купить, например, после того, как цена дойдет до этого уровня Мы выставляем условную заявку на покупку И, соответственно, как только цена до сюда доходит, срабатывает условие И открывается заявка в зависимости от условия Здесь, кстати, есть разный вариант условной заявки Можно выставить триггерную цену, при достижении которой сработает заявка Потом мы заполняем цена ордера Можно указать лимитный ордер, например То есть как только, например, дойдет цена до сюда Выставится лимитная заявка То есть она появится в стакане То есть, например, 43 поставили 43.0.25, да, условие пробило Но заявку лимитную ставим на 43 Вот здесь вот лимит ставим, например, 43 прописываем Тогда, соответственно, откроется по 43 Рынок должен упасть немножко, чтобы, соответственно, наша заявка сработала Но я, как правило, если условно ставлю рыночные заявки Понятно, что по рыночным заявкам немного больше комиссия Если есть возможность, то ставьте всегда лимитные заявки Но стоп-лосс это всегда будет, можно сказать, рыночная заявка, то есть здесь мы уже никак не сэкономим, лучше всегда выйти, лучше не пытаться там как-то выйти лимитный. Ваша задача при срабатывании стоп-лосса быстро выскочить вообще из текущей позиции, а входы можно в принципе входить при помощи лимитных заявок. Что здесь важно также отметить? Во-первых, здесь заполнить по стоимости, вот это два разных раздела, здесь можно изначально будет в стандарте заполнить по количеству, скорее всего, вы должны прям знать сколько вы биткоинов купите, там это количество, поэтому я, к правилу, использую заполнить по стоимости, это именно в USDT, то есть по факту мы в долларах понимаем, насколько мы хотим купить, да, например, 10 USDT, 10 долларов. Здесь очень важный такой момент, как расчет риска, поэтому я сейчас дальше покажу, как это делать. Еще хочу отметить следующий момент, это плечи, то есть вот здесь вот идет настройка плечей, здесь вы можете выбирать на самом деле разные плечи, потому что в любом случае расчет риска вы будете делать через функцию, которую я вам сейчас дальше покажу, через калькулятор, здесь есть удобный калькулятор, который позволяет просчитать риски. Я обычно использую 10, я буду показывать на примере покупок, чтобы вам было проще, то есть я также указываю 10, вот, и нажимаю купить лонг, то есть смотрите, ордер успешно исполнен, выполнился, да, то есть у нас здесь сразу, как я уже говорил, во-первых, появилось вот это отображение покупки, во-вторых, у нас здесь именно по позиции отображения, то есть видите 0, 0, там плюс, минус, сейчас это будет меняться. Вверх пойдет, будет, значит, соответственно, плюс, если вниз, минус. Если мы вернемся вот сюда вот в раздел позиции, да, то мы увидим, что у нас здесь открыта позиция, количество у нас указано, стоимость вот на 10 долларов у нас куплена, да, цена входа, нереализованная маржа, это вот открытый сейчас у нас сделка в лонг, да, и есть еще реализованный PL, это по факту уже считаются все наши, например, частично закрытые позиции, да, они будут сюда суммироваться, либо, например, комиссия, вот, минус 0, 0, 0, 53, это уже мы отдали, можно сказать, комиссию, все, пока что мы в моменте в минусе. Больше, в принципе, меня здесь ничего не интересует, для того, чтобы закрыть позицию, мы просто нажимаем потом на этот крестик, и позиция сразу же закрывается, она по рынку закрывается, как правило, если я хочу быстро закрыть позицию, если мне что-то не нравится, я просто закрываю на крестик, и все, не заморачивайся. Мы можем, конечно, ставить лимитные теперь заявки, то есть, например, я хочу по 10, то есть я выставляю 10, например, да, и я хочу продать, вот я раньше так делал, это не совсем здесь правильно, так лучше лимитные заявки вообще не выставлять, только если вы хотите открыть позицию, но если вы хотите ее закрыть, лучше так не делать, да, Потому что у вас расчеты будут другие, у вас открыто на одно количество сделка, а закрывать вы будете, соответственно, когда вы закроете здесь, у вас все равно останется позиция открытая. Поэтому я вам просто покажу, как можно выставить, например, выставить заявку, я все равно выставлю на 10, и я выставляю лимитный, то есть по цене 10, например, продать, то есть я по этой цене хочу выставить. У меня появляется заявка, то есть если сюда дойдет, на 10 долларов будет продажа. Когда мы ставим определенные заявки, мы можем их двигать прямо на графике. Смотрите, все настолько удобно сделано, то есть понятно, позицию мы уже никак не сдвинем, но вот эти заявочки, вот эти все лимитные заявки и условные заявки мы можем двигать. Если хотим вообще ее убрать, убираем. Условная заявка то же самое, но давайте вот ради просто интереса, например, 9,5, это условие, это триггер, 9,5 ставим. Рыночная заявка, то есть если до 9,5 упадет, я, например, на 10 долларов хочу продать, вот, я выставляю продать, все. Еще, если до сюда идет цена, у меня позиция закрывается. Мы обязательно работаем с вот таким разделом, как Take Profit Stop Loss. Это наиболее удобный и понятный вариант. То есть здесь вы сразу точно закроете всю позицию, однозначно. Поэтому вот то, что я вам показал, вот эти разделы, да, это в первую очередь для открытия позиций. Если же мы хотим закрывать, закрывать лучше через вот это удобное меню. Еще раз показываю отображение, это вот информация о позициях. И что мы здесь делаем? Если мы хотим закрыть сразу, еще раз говорю, на крестик, и если мы хотим, например, закрыть всю позицию, видите, у нас есть раздел «Вся позиция» – Take Profit Stop Loss. Мы сразу, когда мы открыли какую-то сделку, и заранее мы понимаем, где наш Take Profit и где наш Stop Loss, например, я для себя могу отметить, что вот сюда я поставлю, например, Stop Loss, да, и куда-нибудь вот сюда я поставлю Take Profit. Я выхожу во вся позиция, и Take Profit, видите, здесь у меня подсвечивается, все равно я вижу, какие там цифры, поэтому я ставлю 10.089. Все, это наш, смотрите, если я нажму «Ок», я могу Stop Loss пока не вводить, я могу просто нажать «Ок». Все, у меня выставился Take Profit. И видите, здесь написано «Все», то есть здесь закроется вся позиция, здесь однозначно будет закрыта вся позиция. Дальше, если я хочу поставить Stop Loss, я также вижу вот здесь внизу цифру, да, 9.531, у меня выставляется заявка. Тоже написано «Все», то есть я могу даже на самом деле здесь сейчас продать в ручном режиме, то есть рыночная заявка, продать какую-то часть, и у меня потом, когда вернется сюда цена, если она вернется, да, то все равно вся позиция закроется. По этим заявкам закроется вся позиция, это очень удобно. Также, если мы перейдем опять в этот же раздел, вы можете увидеть, что нам калькулятор позволяет считать, сколько ожидаемая прибыль составит, 0.4 доллара, и сколько ожидаемый убыток составит, 0.15 доллара. Давайте я сейчас как раз-таки закрою позицию, чтобы вы сразу увидели, да, вот у нас, кстати, даже какой-то профит получился. Вот, я нажимаю на крестик «Закрыть», «Ок», видно, что у нас позиция закрылась. Мы с вами немного заработали. А теперь я вам хочу вот также рассказать такой момент, как вообще контролировать риск на сделку. Вы увидели, да, то, что когда я ставил стоп-лосс, я видел уже, сколько я могу потерять, и сколько я могу заработать при тейк-профите. Но, это же мы уже открыли позицию, поэтому мы заранее должны просчитывать риск. Мы должны понимать, сколько мы в одной сделке можем потерять. Это важно делать до того, как вы открыли, естественно, какую-то позицию. Поэтому, я вам сейчас покажу, как это можно делать в терминале. Мы также переходим, например, в рыночный, да, мы указываем 10. И теперь очень важный раздел, как я просчитываю риск. Если такой пункт, так и тейк-профит, стоп-лосс. Это то же самое практически, но только до открытия позиции. Мы здесь, например, указываем 10 количества. Мы указываем, например, стоп-лосс, например, 9,531 пропишу, да, 9,531. Я понимаю, смотрите, сколько я потеряю при открытии позиции на 10 долларов, 10 USDT при 10-м плече. Если, например, я понимаю, что мне надо максимум потерять 1 доллар, это мой риск на сделку. У вас, например, 100 долларов, и вы понимаете, что я хочу одним процентом, например, войти в сделку. Соответственно, вы указываете здесь, подгоняете значение таким образом, чтобы у вас было 1 доллар. Я смотрю вот сюда. Смотрите, я меняю здесь, но меняется значение внизу. Все. Тейк-профит здесь не обязательно уже просчитывать. Вы его потом можете просчитать. Вот. Самое главное, что здесь идет из расчета покупки. То есть вы ожидаете, что вы будете покупать, и вы, соответственно, стоп-лосс сразу продумываете, просчитываете. Если у вас короткая позиция, шор, да, то вы, соответственно, ставите здесь. Вы также видите, сколько вы можете потерять. Нажимаете ОК, и теперь уже у вас стоп-лосс, он уже здесь прописан. То есть как только вы сейчас нажмете купить лонг, откроется позиция и поставится стоп-лосс сюда. Понимаете? Я купил, у меня открылась позиция, у меня выставился стоп-лосс. Если я перехожу в этот раздел, я вижу, опять же, сколько я потеряю, да. У меня все сделки открыты, я его, понятное дело, могу передвинуть. Но если мы изначально знаем определенную зону, куда мы будем ставить стоп-лосс, мы это и используем. Теперь очень важный момент, как закрывать позицию частями. То есть можно выставлять несколько ордеров. То есть мы понимаем, что цена будет расти, например, да. И я хочу частично закрывать позицию по мере роста. И здесь есть очень крутая, удобная функция, которой я постоянно пользуюсь. Это частичное закрытие. Для этого мы опять переходим в раздел. И здесь есть часть позиций. Нам надо указать, какое количество мы должны закрыть. Например, при достижении уровня 10 мы прописываем это в Take Profit. Это цена, да. И сколько мы хотим здесь продать? Например, 50%. В принципе, можно ползунок двигать. Можно указать руками любое значение, потому что у нас здесь количество указано. И мы примерно на количество купленной криптовалюты можем примерно понимать, там, 0,5 я хочу закрыть. Или я хочу 1,5 закрыть. Вот. И нажимаю ОК. Появляется наша заявка на определенное уже количество монет. И идея в том, что если мы поставим Take Profit на всю позицию, например, на 11 или на 10. Смотрите, я поставил на 10,2. Тут все. Если сработает вот эта заявка при движении вверх, то здесь у нас все равно закроется вся позиция. Это тоже очень удобно. Также хочу отметить, что вы можете перейти в отображение здесь ваших заявок, именно ваших ордеров. Вот есть позиция, это именно открытая позиция, да. А есть текущие ордера. Вы можете перейти в текущие ордера, и вот видите, тут единичка, то есть у нас какой-то один ордер. Ага, вот она, монетка Ace. У нас закрыть long. У нас stop loss тут стоит. Вот если у меня несколько позиций здесь открыто, я могу между инструментами открытыми перещелкивать, да. То есть я могу зайти сюда, потом какой-нибудь биткоин куплен, я кликаю просто на него, у меня сразу открывается график, и я перехожу туда. Еще один важный момент, как выставлять алерты. Алерты я, как правило, выставляю на Bybit, то есть непосредственно через приложение мобильное, то есть у вас должно быть мобильное приложение, вы его должны скачать. И, соответственно, там в разделе, когда вы переходите в торговлю, да, например, там, деривативы, вы, соответственно, видите внизу определенный значок такой колокольчика. И вы можете на него нажать, после этого вы переходите в раздел уже с оповещениями, ищите там в поиске необходимую вам криптовалюту, например, которой вы сейчас торгуете, да, либо за которой смотрите, которую мониторите. Например, вы ждете, что там цена скоро подойдет к какому-то уровню. Вы можете заранее поставить алерт на то, чтобы вам пришло оповещение. У вас сразу в телефоне будет пуш-уведомление, то есть загорится, да, там, либо звуковое будет какое-то оповещение. Вот, и, соответственно, вы можете понять, что вам нужно перейти в терминал, чтобы, соответственно, посмотреть, что там вообще происходит. И вы выставляете цену, и еще я ставлю обычно вот эту галочку, которая позволит вам получать не единоразовое какое-то уведомление, а многоразовые такие пуши. И это всегда привлекает внимание, потому что иногда бывает просто один раз выскочит, и ты можешь потерять этот сигнал, то есть ты можешь упустить какую-то ситуацию. Теперь я расскажу вам о разделе активы. Вот эти разделы у нас есть, финансирование, единый торговый счет. И здесь, если мы хотим посмотреть какую-то статистику, мы можем перейти в единый торговый счет. И здесь такой незаметный раздел. Вот, переходите сюда, пель, и, соответственно, вы здесь можете видеть график и так далее, как у вас все это растет. Также есть еще такой раздел, как торговые результаты. Можете проанализировать, возможно, какие-то монеты, которые у вас там хорошо работают, там, количество успешных сделок какое-то, да. То есть ваши закрытые сделки будут успешные, неуспешные. Ну, просто некую статистику, да, посмотреть там, динамика счета. Ну что ж, друзья, я показал вам все то, что использую сам в торговом терминале биржи Bybit. Рассмотрел все самое важное, что необходимо для трейдинга. И я очень надеюсь, что каждый из вас нашел в этом видео что-то ценное для себя. Если этот ролик действительно принес вам пользу, то ваш лайк станет лучшей благодарностью для меня. И, конечно же, не стесняйтесь делиться своими мыслями, вопросами в комментариях ниже. Буду рад любой обратной связи. Ну и, конечно же, пишите темы, которые вы хотите, чтобы я разобрал в следующем видео. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропускать новые видео. И прокачивайте навыки трейдинга.